Каждый сотый ребенок в мире рождается с диагнозом порог сердца. Один из его видов открытый артериальный проток. Можно устранить с помощью специального прибора окклюдера. Такая операция стоит до 100 тысяч гривен. Для переселенцев и тех, кто остался в зоне боевых действий, это заоблачные суммы. Кто помогает спасать детей, расскажут наши корреспонденты. Мне поставили кочек, и сюда дали вкусный йогурт кубничный, и все. Вот так по-детски трехлетний Андрюша вспоминает об операции на сердце. У мальчика был врожденный порог, открытый артериальный проток. Обычно он исчезает с первые дни жизни. Если же нет, нужно закрывать искусственно. И как можно раньше, иначе последствия нарушения кровообращения будут необратимыми. В дальнейшем, если это вовремя не сделать операцию, это может привести к тому состоянию, которое можно исправить только трансплантацией легких. Исправляют такие недостатки с помощью пружин или окклюдеров. Стоит прибор до 100 тысяч гривен. Немалая сумма для переселенцев. В прошлом году семья, во-первых, вынуждена была уехать из Донецка. Долго скитались, наконец поселились в Мариуполе. Там устроились на работу. В любом случае на операцию нам бы не хватило. Это нам надо было бы собирать долго и долго эти деньги. Учитывая стоимость, если мы, скажем так, на все те пороки, которые мы имеем, мы закупим оклюдеры, то, скорее всего, у нас не будет бюджета ни на что остальное. Мы обратились в благодарительный фонд Ахметова, который, в общем-то, нам помогает с детками, особенно с областей Луганской и Донецкой. Гуманитарный штаб Рината Ахметова откликнулся оперативно и приобрел для Андрея необходимую пружину. И все у нас слабо, успешно прошло. Будем надеяться, что уже это не проявится. В общем, помощь штаба получили уже 500 детей Донбасса. Детская тема для нас очень важна, она очень близка для Рината Ахметова. И мы делаем все возможное для того, чтобы помочь максимальному количеству наших маленьких земляков. Касается ли это раненых детей или касается это тяжелых, больных деток. Штаб помог спасти сердца уже 8 детям Донбасса. Общая сумма помощи им составила 500 тысяч гривен. Среди них и Никодим из Северодонецка Луганской области. Сергей говорит, как только смог выехать, привез сына в столичную больницу. Мальчику уже 7 лет и лишнее отверстие в сердце дало о себе знать. Если порог сердца, ребенок склонен к вирусным заболеваниям очень сильно. То есть, в первую очередь, это потливость. И если потливость зимой, то сразу ребенок заболевает. Дальше тянуть с операцией было некуда. Осенью в школу. А там нагрузки не по силам для больного сердца. Сергей – отец-одиночка. Служит священником. Мы долго молились тоже. Я думаю, и наш случай, и другие случаи – это молитва к Богу прежде всего. Я, конечно, очень благодарен фонду, что оказали такую помощь. Потому что сами бы мы ждали, еще и ждали. Неизвестно, сколько времени этого. Теперь жизни мальчика не помешают никакие физические нагрузки. Класс.